В общем, ребят, Крепостей повыходило очень дохуя, так как это Gamescom, я их всех видел, я ваши ссылки тоже просмотрел, они уже давно не актуальны, но спасибо всем тем, кто старался. Я просто видел, мне нужно было ехать в город, скупить новую одежку, короче, так что я просто не мог их записать раньше. Я думаю, это видео выйдет или час, или больше, то есть на час или больше, так как Крепостей дохуя. И тем более я их не всех, я думаю, обозревают буду, так как там, блядь, ну реально дохуя Крепостей, я просто позаливаю ролики на свой канал, а вы, в принципе, сможете их посмотреть. Но я думаю, вот эти 30-минутные, 25-минутные мы с вами посмотрим, а 11-минутки там уже посмотрим по времени, как это будет получаться. Первый раз вижу, кстати, такого рогатого урука на Карагоре, блядь. Так, мышку, блядь, убрать подальше, короче. Это, это типа они все хвастаются GeForce, что они на суперкомпах, типа там летают на ультре вообще там, 4К, короче, вся хуйня. У меня комп 4К не тянет, поэтому будем смотреть 720, или в 1080 можно было бы, но какая там по сути разница вообще милипидридски? Full HD, конечно. Ну ладно, вкуснем. 35-ки. Зато за врагов теперь наконец-то появились драконы, я вижу, и две новые какие-то... Вижу какой-то навык, опять огненные стены, и какой-то навык, что-то, что-то отменяется. Типа, хуй его знает. Но за них уже, короче, 5 оверлордов, это уже о чем-то да говорит. А за нас по-прежнему 4. Ну ладно, нам не привыкать. Два дракона, мы призвали 2... А, чё, блядь, показалось. Блядь, это будет очень долго, пиздец. Я прям не ожидал. Ебать, я смотрю одну серию аниме, обновляю список, и снова появляются ролики. Я просто не смогу посмотреть аниме. О, бестмастер, вармонгер, цитадель... ЦИТАДЕЛЬ! Даже не стронхорд, а цитадель. То есть это гораздо больше. Больше точек, наверное. Блядь, какая она красивая! Чё она такая охуенная, я не понял. Да, он бестмастер. Блин, а чё наши такие слабоуровневые? У них же прям пиздец. У нихуверлор 45-го, чё это за хуйня? Блин, какая она красивая, это пиздец. А стены деревянные, что ли, вы чё? А, а чё они к дверям побежали? Чё он стоит? Алё, играть будем? А, четыре точки. Ну да, я говорил, что точек больше. Ну, я сразу так подумал, цитадель всё-таки, ну. Только пришёл, блядь, разделся, сразу, короче, компьютер включался. Загружал эти ролики автоматически. Дракон упал, грауки бегают, падают. Все прыгают, чё-то, все чё-то делают. Один талион сидит на катапульте. А за нас же бестмастер, бестмастера не может... Блин, точки так рядом друг с другом, это пиздец. Да не поджигай, там же пидарас в ярости. Охренеть, они дракона убили. Или мне показалось? Мародёр-танк. Нет, дракона не убили, показалось. Стелс-атака на пол-хп, заебись. Во время боя прямо стелс. Он в ярости. Не, он испуган. Охуеть, он графонистый. Адский ястреб. Прикольно. Нихера себе, он в спину его ударил. Чё вы тут стоите? А, точку, что надо захватить. Блядь, я и забыл. Точек много, конечно, это пиздато. Пиздато. Такая суматоха, блядь. Не, ну наших капитанов больше, они числом задавят. Что за звуком произошло? Игра заглютила? Гляньте, два олахая с одинаковыми текстурками груди. Только второй в капюшоне, чё-то. Они чё, все бейсмастеры? Чё за хуйня? Видите, все умирают, как только он стучит об пол этой хуйнёй. Все враги на точке умирают, кроме капитана. Хватит меня бить, дебил. А от чего он в ярости? От огня? Или чё? Забивайте вы три карагора, вы чё? Блядь, смс-ка какая-то. Нахуй дите все, нахуй дите. У меня и так работа, блядь, до пизды. Я не знаю, успею или вообще. Ау. Падай. Не, ну не надо только его клеймить, ну блядь, он же дебил. Ну пиздец, ну конечно. Блин, у них все так глаза начинают светиться? Блин, это жёстко. Классно. Сразу видно на какой-то GeForce там 1080 Ti, наверное, запускали. На ультре вообще во всём. Не, ну цитадель явно отличается. Смотрите, она больше, есть мосты всякие, типа, ну видно, что типа как город, грубо говоря. Прыгай на него. А, уже не надо. Они оба были без... А, это Берсеркер против Бесмастер. Три каравора бегает, я в шоке. Четыре, нет, три. По-моему три. А там аж четыре капитана на последней точке. Основную площадь... А, арену защищают. Нихуясь их тут. Здрасте. Я убью тебя, Гондон. И ничего ты мне не... Вау. Вау. Террый ассасин вообще чёткий. Сорок второго. Так, так нечестно играть, алё, ребят. А, он ещё и мух боится. Дебил. Да хватит меня лупить своим... Блядь, щитом своим вонючим. Умри. Бля, интересно. А пока я досниму эти ролики... Стоп, они чё, комбо-атаку вдвоём провели? Блядь, столько роликов ещё повыходит пока это всё. С три, он его притягивает? А, не, показалось. Или не показалось всё-таки? Да не, 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 а как так могло показаться? Он его долбит щитом? А, не, показалось всё-таки. Я думал, они вместе комбо-атаку провели. Типа, отвалите от меня все, падлы. Я вас всех убью, кидори. Как он вообще так быстро двигается во время замедления времени? Я имею в виду Урука. Ладно мы, у нас же типа кольцо, но как он? Он же не должен... Блядь, опять они стреляют... Они стреляют этими арбалетами, как пулемётами. Он берсеркер. Он мародёр-берсеркер. У щитовика, у которого арбалеты, блин... Как... Как пулемёт. Ни хрена! Хватит меня бить! Карагора пофиксили или нет? Или они по-прежнему не дерутся? По-моему, нет. Да, они по-прежнему не дерутся. Только бегают за Таллианом, как долбоёбы. Нужно подкрепление. Тут одному, конечно, тяжко. Ты шо? Хотя, мне кажется, я бы чё-то придумал, но... Вот этого щитовика надо убить первым, все остальные бомжи. Щитовиков надо всегда убивать первыми. А, их там двое на точке, да? И один копейщик. Получается. Нихера, я думал, он намрукоттеры. Блин, у него же минимум хп, убейте его. Всё. Всё, минус один щитовик. Ещё один остался, а дальше точка наша. Ну, вот этот копейщик, он вообще мусор просто. О, лохаи пришли. Сейчас будет дела, короче. На-нах. Сейчас мы его загрызём, блядь. Ничего, правда, не видно. Камера охуенная. Хедшот. Капец, щитовика, имперский шлем. Ничего противнее быть и не могло бы просто. А ну, пошёл нахрен. А блин, хватит бить меня, дай дед хилить. Откуда он новые топоры достал? Это пиздец. Просто со спины. Капец, господи. Да хватит мне пиздить. Да нету тут больше капитанов вражеских. Забивайте их нахрен. Чё караворы стоят? Просто стоят, смотрите. В шоке, блин. Не понял. Чемпион гор-го-рота. Вау. Вау. Это типа ультра-оверлорды, которые под креплением. Классная механика, классная. Захватите что? Ещё две точки. Да-да, внутренние, типа, точки. Классно, классно. А потом, типа, уже к оверлорду пойдёшь. Ну да-да, я же говорю, другая механика, потому что цитадель. Там ещё и дракон был, падла. Они оружие приготовили. Блин, капец, их там дохера. Это действительно масштабно уже выглядит. Просто вообще. Как их тут дохрена? Да. Тут одному можно сражаться будет только, если ты... Вот так вот будешь прыгать и потихоньку их долбить, а потом юзать казнь. Ну, или шедо-страйки. Но тут дал... Охуеть. Но тут много дальников. Пиздец, их тут досраки, блядь. Беги, тут вообще без шансов. Тут надо... Ты чё? Ты чё, блядь? Тут дохера капитанов слишком много. Это не один на один уже хватит. Тут надо по чуть-чуть набирать как-то комбо, блядь, потихоньку. И не сдохнуть. При этом. О, отлично, один сдох. Ну, или типа добивание идёт. Да, добивание идёт. Просто всё сломалось нахуй. Охуеть наше. Сорокого! Прикончили, блядь! Мне кажется, он не выиграет в этот раунд. Тут уж правда слишком много всякого говна. Надо бежать. Блядь, их тут просто до жопы. Надо долбить дальников. Надо долбить дальников, не иначе. И надеяться на хороший исход. Надо как можно больше их поддамажить. Use Shadow Strike. У тебя есть один Shadow Strike. Но уже нету. Уже вообще ничего нету. Блядь, они одновременно атаковали. Так, ещё. Ещё одного убили. Нормально, нормально. Осталась хуйня. Блядь, это... Сука, вождь. Надо его убить, блядь. Ещё один Аллахай. Это был вождь. Отлично. Отлично. Сейчас будет... О, сейчас уже поиграет. Когда больше на нашей стороне. Как вам, ублюдки. Не против одного Талиона будете драться. Ну, этого не надо. Я бы убил этого. Я бы убил этого. Это был вождь. Это был вождь. Чемпион Горгорофа. Ни хрена, гля, гля. Порожену давал, блядь. И убил вражеского Аллахая. Хотя это вроде был наш. Нахуя он убил нашего. Стелс, 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 ребята. Стелс, стелс. Цепочка убийств. Блин, ну это потное было. Я бы, наверное... Ну, было бы трудно очень сражаться. Я бы... Я бы моей тактики придерживался. Прыгал, долбил по чуть-чуть и казнил. Поддамаживал. Пока бы не прибежали мои. Потому что там вообще без шансов было просто. Их там было досраки. Если не падать, если бы я был челлендж выполнял, если бы без падений вообще и без смертей, то нет, это нереально. Все, теперь оверлорд. Наконец-то. Я даже не знаю. Это было реально потно. Это один ролик уже прошел? Ого, то если так будет дальше, то я все обозрю. А что бы и нет? Если он так... Если он пронешься так быстро, то... Чего-то я бы, блядь... Вау. Не, ну графон, да. Графон, ты шо? Командир, который ныкается, блядь. Не, ну я типа... Если бы была другая механика, допустим, типа он прибежал, но он помог и... Если он проиграл, то он побежит назад в крепость и подхилится. И потом будет второй раунд. А то просто он сидит, его подчиненные сражаются. Он же командир, он должен их бафить. Блядь, тут одни дальники, пиздец. Одни дальники. Что за срань? О, щитовик, наконец-то. Охуеть, он в ярости от акробатики. Яд замедляет. По головам стреляй, шансов нету. Надо фокус набрать. Прыгай пока, прыгай пока, просто. Наберешь фокус и просто тогда будешь по головам расстреливать. А, ну да, смысл, если они снова придут. Надо что-то думать, надо что-то думать. А, да, в натуре надо его притянуть наверх. И тогда он отделится от своей, сука, ста... Стайки. Ну, блядь, ну ты сам не виноват. Возле угла приручать, нихуя себе. Отпрыгни, блядь, сейчас по тебе опять попадут. Притяни его, притяни... Ну нет, нет, сражаться в этой толпе это... Если бы хотя бы вот этих копейщиков убрать, я всегда в первой части, когда тревога в крепости, по-любому прибежит один копейщик за всей бандой. Его надо тут просто убить. Их надо убить, расстрелять. Хотя, что-то они здесь не дамажат вообще, как я погляжу. Урон вообще не проходит. Хотя, может, просто хп хорош. О-о-о-о... Да он ты шел, да он конченый. Не, он хороший. Но просто его... Э-э... Слишком тупая текстура, моделька, бесит меня. Опять они этот флаг поставили. Сейчас все будут долбить, как конченые угли. О-о-о, все, лохай уже пошел. Берсерк сейчас будет долбить. Без перестана. Ты будешь вечно сражаться. Тебе надо, да, долбить его. Как Берсерк не заблокировал прямую атаку. Все заходи. Казни его, казни, казни. Нет, ну не этого же казни, а на оверлорде. Беги к нему и казни. О-о-о, ебать, меня что слышно? Привет, Ютуб. Нихуя себе. Меня слышно. Америкос сидит, переводит меня, как я ему диктую. Хватит ставить свои флаги вонючие. Он его уронил и больше не поднимет, типа? Да сейчас новая банда прибежит. Нахрена оно тебе надо? Казни! О-о-о! Да, блин, молодец. Я горжусь тобой, чувак. Мой подаван. Ой, топоры. Ой, много топоров что-то летит. Так, хорошо. Шедоу страйк. Блядь, стоп, что? Меня реально слышно? Я ментально управляю игрой? А ну-ка, давай попробуем. А где еще, бомжи, че они не прибегают? Хэдшоу. Живучий, я в шоке вообще. Не, ну на высоких уровнях я уже чую, будет весело. Как я погляжу, это будет очень весело. Он его подчинит, наверное, да? А может и нет. Может и убьет. Вывозно. Все, шедоу страйк можешь юзать. Не надо стрелы, они... Ну зачем? Шедоу страйк давай. Хотя можно оставить две стрелы и потом... То есть больше поддамажить. Он пытается его заклеймить, но... Но что-то не выходит. Или просто он кнопку нажимает... О, блянь, тупо заспаунил. Их можно было бы перестрелять. Прямо в упор к оверлорду. На, посмотри, как я казню твоего... Охотника. Шедоу страйк! Не надо, куда ты стрелы выпускаешь? Шедоу страйк, убей его. Блядь, а если убьют нашего Талиона? Вот это будет ха-ха. Прямо на последнем этом. Не надо стрелять ему в голову. Вот, все. Еще один раз у тебя есть. Давай. Ну и вот. У него хп сейчас нет. Он упадет на колени и ты его убьешь. Бля, он в ярости. Да хватит быть... Ой, опять юзи. Шедоу страйки, шедоу страйки. О, краса. Ну, мууууууу. Ферсик просто падаван. Просто самый умный падаван. да да следующей жизни до свидания ну тут тебе уже не склеит поэтому ты сдохнешь отдавай свою эпическую руну кольца и уходи уходи убегай но вот это было вот это было потная катка если бы но тот момент когда он выбежал на толпу блять там просто для ну я я так как-то я так подумал что вообще шансов нет просто их надо было отделить друг от друга чем не залез куда-то или не отошел а потом притянул бы мелких и поубивал не понимаю его блять они вместе были они стояли в кучке они когда в ярость вошли не блять одновременно все атаковали это потно как-то потно потно блять на улице опять же рано нахуй надо оверлорд дефитит что там уже конец что ли да ну не хочу сейчас еще 30 минутный ролик а потом наверное гляньте блять вот это добра раздавили просто левел дали тысячи правда чё-то денег чё-то тысячи всего лишь и куча-куча-куча-куча лута просто досраки который можно разобрать на деньги так и кого сделать оверлордом я даже не знаю ну вот это да он так прикольно выглядит чё все сразу выбрал ну и чё бывает бывает что только два места для вождя сейчас начнется следующий ролик 30 минутный насколько я помню сорок первый нихуяся это все жесть это уже на клавиатуре мышки об об это 30 минутный ролик дан погнали похуй без паузы просто без паузы работаем ребята работаем смотрим все хуйня это тоже это понял цитадели какой-то локации песчаны сейчас он не кериф ангол так так похоже давай давай чё чё здесь у нас показываю показываю добро хорошо ты делаешь а ты кнопки проверяешь ладно тогда я разрешаю ну давай да хорошо давай вождя попиздим вообще бы давай лучше сразу крепость почему не там он миссии я вижу каких-то животных блять есть ну чё ты стоишь там же написано rb старт ну он видимо думает что-то а чё ты думаешь спрашиваешь разрешение что ли блин цветок конечно такой низко полигональный но что ж поделать сам внизу возле ногта алена ну а что поделаешь ну ёпта нахуй это цветки вообще нужно это же выжженная пустыня ну и чё долго ты еще будешь думать сейчас тебя крепость сейчас бежится пиздить чё ты делаешь алло он играет он у него кнопки не работают или что ебать от это кажется будет боль 30 минутная ебать дауна походу какого-то посадили тут тоже шесть вождей пиздец это цитадель трехсотого уровня почему у нас четыре постоянно это не честно блять их меньше чисто физически чем них их больше блять они дольше будут жить надо что-то делать ребята это так не пойдет нихуя себе их больше они будут дольше жить чем наши какой плащ вы видели какой графонистый плащ у него на блин я даже не знаю как объяснить как в трансформерах каких-то там был зеленый такой робот типа техник у него плащ был тоже он так классно развивался прикольно гор-горов а так это был чемпион крепости ёб твою мать этот лучник арбалетчик куда я понял это крепость так называется я думал типа он левый какой-то приехал вдалека типа как путник типа чемпион вся хуйня чем так долго думает боже из-за этого 30 минут блин то чё за хуйня у меня начинается не то что ломка вот это ярость какая-то внутренняя из-за того что он такой тупой просто пиздец он типа реально все читает типа первый раз или что у нас все равно половину меньше чем них блять конечно ебать сороковая тридцать шестые три четвертая у нас он тридцатый тридцать третий бомжи вообще какие-то конечно блять что вы хотели еще неизвестно 4 вождя они полюбасу сильнее чем они опять наверное свои тут стайки забьются на том кругу блять и будут сражаться против одного талиона так хватит хватит все прокачиваться мне это надоело давай уже играть вот чувак с плащом сидел на карагоре грауки там сзади вообще граук точнее впереди осадные это атера да я сразу понял поэтому граугу яш триллер это точно кири фан гол левен так прикольно выглядит сзади тоже такие типа огромные опять команды террор команды щитовик на этот раз хэйви дэмэджет бай файер и беспал ну на карагоре его можно будет дарить да еще и поджечь лава там сзади видно на заднем фоне видите надеюсь надеюсь не сильное мыло хотя мыло должно быть потому что она будет такой обработка в мыле граммовой блять вармонгер ассасин что может быть лучше вармонгер и так базируется на войне на поединках а тут еще и ассасин который один на один любого порвет в бой ребята давайте не подведите сейчас они взорвут эту хуйню мы сядем на грауга да он не сдохнет он уже брюкин лавала лавала блин так у тебя тут ничего не прокачано у тебя 10 скиллов он ничего нету только основные прокачаны перки и все ой блять это ты сейчас еще будешь скиллы читать ну давай посчитаем почему нет ты же блять такой интересный на какого-то ботаника посадили блять который ни разу в эти серии игр не играл ни в первую часть него вторую он уже брюкин чем его поддамажила так жестко он что вражеский смысле за них видимо без мастер есть ли как-то так хотя почему-то да огненные звери не за них стену сломали блин что-то непонятно какая-то творится все непонятно да нет зачем этот раух тогда за нас полохая светились глаза от яда да это не это будет жестко но нужно все наши поддыхали сзади блять потому что они сука 35 бля он в ярость вошел и долбит и долбит и долбит и долбит где наш карагор уже почти сдох шатается по земле от огня хотя вроде говорилось что они не уязвимы к огню я же говорю дальники заебают в первой части они иногда даже блять могли хп у снять это так так бесил уж пиздец убивайте их убивайте блять убивая их то ли он и что ты делаешь дальников сзади дохуя убей их убей лук тебя зачем господи ты блять горечка марбалетчики дерутся в рукопашки вообще цепь пришла не попал правда в упор с цепи как а не попал получил в живот мечом наш сдох конечно сейчас там все будут подыхать там все сдохли все у нас не больше нет капитанов некому захватывать точку он не пройдет он по ходу сдох я же говорил не гораздо хотя это вождь чего он так что да он наверно дарк он телепортировался к нам и убил нас а он мистик пиздец я оговорился он еще и потерял всех своих союзников у него больше нету кем рашить просто нету у него больше нечем атаковать если у него все сдохли но хотя они могут сохраняться в блэдауте но я не уверен насчет этого хотя нет вот сохранились хотя не вроде стекали кровью но ладно я не ну хуй с вами я не знаю почему видимо когда не на коленках и ты умираешь они все равно сохраняется непонятно как но но они сохраняются это не важно засада давай я не против о вдвоем ну давай вдвоем закрысят ублюдки он уже понял что он не может пройти поэтому он сейчас всех капитанов на одного отправит а он думал что он засаду сьюзал но как-то не получилось у него особо бля ну вот это дебил какой-то играет откровенно говоря о то ли он сказал что они потеряли кольцо а келемрибор говорит что я отдал все в него и поэтому если мы его не вернем то мы проиграем войну прикиньте ребят то есть короче они потеряли кольцо видимо шелоп его спиздила наверное скорее всего шелоп в трейлере там было тип да не ты ж нахуя ты тогда миссию создал если ты побежал на всякую хуйню двух капитанов на одного отправил то не вызов брать они даже за дудос этого вы о чем меня больше знают что раздражает знаете что ребят раздражает вас тоже но я уверен что все мы блять фолловеры зрители они они согласатся со мной что но почему он не помог своим капитанам спрашивается почему он он блять продолжал сражаться если он видел что он проигрывает побежал бы воскресил капитанов захватил бы с ними . если он сам не может я не понимаю этой логики просто почему ну ладно может дитё какое-то играет там лет двенадцати десяти нихуя себе паркур он очень медлительный у него вы это знаете будто какие-то мыслительные процессы в голове очень долго проходят или он планирует что-то чем стоит смотрит на него он типа думает как как его убить или что я постоял подумал как бы вы убить скинуть ли его типа выстрелить ему голову или давай shadow strike блин вообще какая разница как его убить вот этого можно к себе телепортнуть хотя можно и так ну да это тебе не капитаны да их то ты пиздить можешь там стрела летит я предупредил и не говорю потом что я тебя не предупреждал о стреле все вокруг резко достали оружие блять начинают ходить чего-то искать грауки дерутся на арене грауки дерутся а орки смотрят я вижу там сзади у одного уже половина хп второй над ним просто доминирует грауки дерутся на цепях как всегда это террор да опять террор трайм а ну да они ж не захватили крепость почему опять он решил создать армию внутри армии он типа создает армию без этого без вау 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 вот это было классный момент он типа такой как ниндзя не ну карагур конечно тупит жестко ну да конечно один на один а он неуязвим он хотел его притянуть он не уязвим к стрелам поэтому на него нельзя не прыгнуть ничего не на него штамм бодигарды там по-любому два он уже бодигарда есть щитовик и является какая-то дебил какой-то дебил блин их как-то вот в цитадели их много надо будет составлять планы как атаковать вот там будет действительно весело а крепости это блять но это хуйня их там блять на по три подвое на тех точках жал чем делает я не понимаю а он жди пока не будут залезать это в принципе неплохой вариант и разбираю по чуть-чуть призови бодигарда у тебя же есть бодигард хватит уворачиваться урод дай блять попадать по тебе а сюда залезете ублюдки хотя по моему арбалетчик залез поэтому эти залезы ну вот слеза тебе сейчас дадут пизды призови бодигарда ты же его выбрал блять или нет ну или хотя бы рекрутов призови блин как-то жестко почему он не потерял своих воинов при осаде а если он их не поднял но сам он сдох и должны были взять в плен или типа того саперы ахуеть шо вы здесь делаете ну неплохой неплохой поворот событий грауга подчини граук поможет тебе сбежать ну или на драй джопа а у тебя нету стрел ну тогда немного потненько а хотя это шедо фофор подбежал зажал бы блять и сел на грауга это же тебе не первая часть где тебе надо по лодыжки ему треснуть если у тебя нету стрелы скила а потом блять дождаться пока кара горы придут в общем рихуня боже он еще не говорите что он сдохнет даже здесь на засаде просто половина хп убей его или почини лучше почини потому что тебе так жопа на осаде хотя больше чем четыре капитана за нас это тупо это ну это ж бред у них бодигарды а у нас ничего нету они грауга завалили ублюдки он уворачивается ну чё с ним делать надо глушить его наверное потом долбить не он сдохнет ребята он все он сдохнет я вам говорю он мусор бесполезный ничего он не сделает просто убегай все ты сдохнешь не 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 надо их качать убегает и мусор ты ты официально блять бомжара просто которая не умеет играть просто убегай все хватит 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 не не мучай стидель не умеешь срать не мучай жопу если кому-то может показаться что я придираюсь или приёбываюсь или кого-то нарочно обижать нет это неправда сами посмотрите но просто если он реально имбецилы ничего не может сделать просто здесь куча вариантов он может их застанет может их отделить друг от друга может блять сесть на карагоров я вижу на миникарте 5 кармаров раз два три 4 5 как как он ну блять ну потому что дебилы понимаете потому что дебил у него еще одно падение по моему осталось все они за тебя просто долби его пока он один долби блять у тебя время дро застанет его надо это берсерк не потрать свой шанс он здесь один просто блять ты дебил помогайте ему рекруты он ничего не может сделать он бомж нет у тебя шедоу страйк оглушая него и долбит погнали короче дальше ну все бронкин подчиняй его и хорош графон конечно пиздец в этом режиме вы заметили какой графон становится просто вообще все вождь убежал все его подчиненные тоже в начнут бегать бегти можно их починить пока есть шанс это шо конец видео уже лиша блять еще 10 минут а с нихуя себе как я так быстро как вот я тупо не замечаю даже даже из-за психов не замечаю хватит уже смотреть этот экран хватит ну все да они все начнут бежать не он все равно тоже будет убегать подчиняй его пока есть шанс лови 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 его лови 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 молодец но хоть в чем-то ты молодец в какую графон просто ну блять 720 на персик просто я единственно где видел 4к и 8к в это в магазине там телевизор есть короче за 100 за 100 чем-то штук короче гривен это короче если по рублям то где-то короче 300 400 тысяч рублей там телевизор такой изогнутый он прям вообще жесть на весь на всю стену короче как как кинотеатр там 8к типа поддерживается блин это жестко ребята выше он драк в клетке а это типа сведения или что я пропустил момент ну да угроза смерти запад его уровень и отошлать на сражение с нами на глаз у них есть кольцо они не потеряли кольцо у них есть кольцо ну ладно это я уже придираюсь вот ну да ну просто нахуя менять модельку действительно кто заметит от час если ты бегаешь его особо не видно не но мы по немного подбили их не охрану хотя на самом деле я бы жестко конечно я бы не лез на эту толпу где там был один чел один талион и там блять 6 капитанов и вождей блять еще нахуя это было тупо ну нахуя я бы их поотводил друг от друга чтоб разделил они вместе мы они не мощные они просто толпой берут они одновременно атакуют не блокируемые атаками и это бред они за счет этого выигрывают выиграли по сути что сейчас еще крепость будет или шо а наша миссия наша засада я хочу засаду ладно давай еще одного вождя чё он отключает огненных арбалетчик давай все равно у нас еще времени полно я планировал час 20 видео дело где-то так полтора часа притом при вас в конце но не при вас я поставлю на паузу и проверю если вышло еще одно видео то я его скачаю и сразу вставлю в этот ролик то сразу же добавлю его чтобы из-за него отбить проверю комментарии про проверю все ссылки которые вы скинули если там есть что-то что-то что я не снял то я запихну тоже блин зверей у них конечно дохуя у тебя стрелы полная он телек включился заебись кто-то пришел домой ладно похуй потом поздоровайся я занят так удачно там копье лежало да вот это ты вообще не он лох он лох он еще и легкая цель по нему больше урона прилетает когда ну лучший тип это сейчас был за стоп кадры вообще все законе подлогнула он типа наверно свой план составляет он типа умный у нас до умный парень попался на самом деле нет и тупой и 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 нет и и сколько это будет танцы с бубном длиться будут еще три минуты я прав да давай за три минуты убил сцены так ладно не пошутил хотя я ж не знаю И тихо хочет тебя. Я буду закрыть твои глаза, и ты никогда не вернешься. Shadow Strike. Ты реально такой тупой, боже. Кто тебя создал? Покажи своих родителей просто. Не, зритель, ты не подумай, я понимаю, что... Может кто-то не играл в эту игру, но настолько бездарно. Да любой человек сядет, возьмет геймпад, за 10 минут разберется в этой механике и будет божить. Это тупо как Бэтмен, только в Средиземье, и все. Икс игрек, икс игрек, икс игрек, все. Вот что это было? Какая-то сила Саурона была. мистик все это конец ролика здесь дать конец ролик и он не умрет что там следующее надеюсь не порно хоть бы не порно пожалуйста хоть бы не порно не порно отлично чё это такое вообще это шо один и тот же ролик нет это просто побегушки нет ну ладно это видимо неудачная крепость получилась давайте посмотрим по кнопку темпич на это почему постоянно больше этот чувак с двумя климик клик как это правильно штука называется клик клик для клеймана я хуйня 5 клеймитель клей milk я не знаю он у тебя один аллахай свободный я вижу в правом верхнем углу на да да он тупой боже человек с эпилепсией просто боже какой-то тупой блять какая же ты мразь блять слепой урод и накушать так хочется биздец картошка холодно блять и разогреть надо пойти нам блять уже ладно похуй до перу досмотрим уже это дерьмо пять минут все равно она идет вообще не страшно а потом еще по моему одно там 11 минут а потом я поставлю на паузу и проверю весь youtube там будет что-то но если она не будет интересно то его не добавлю хотя посмотрим смотрим на мою настроение он не наш это не наш опять какой-то пьяный оверлорд убивают не нашего это нет он убил своего молодец молодец а как они разоблачают шпиона тоже интересно по каким критериям то есть типа про какую-то пиццу говорит вообще я бы тоже от пиццы не отказался вот именно у нас не было там шпиона что он делает голос такой противный очень мерзость вот этот dark slayer который типа предводитель в атаку поприкольный него два меча влете у него шлем классно в бой в бой дебилы в бой я сказал ну и что такое чё ты испугался куда он побежал найдите другой путь нету другого пути это же крепость для для этого она и сделана куда ты сотра вниз куда-то один уже умирает один из немногих уже умирает второй даже не слышит как его друга изюверски убили они в воротах толпятся они пытаются пробиться ты серьезно охуя на самый крутой чел вдох вот так она еще может сопротивляться неожиданный поворот ни хера себе как она лупит крики такие пиздец он же слепой но все равно видит куда бьет инстинктивно наверное даже первую точку не захватили а уже почти все сдохли это пиздец какой-то ребята да он тупо инстинктивно лупит он не видит видите он тупо лупит и лупит что-то просто он сейчас его грауха убьет это будет фаново кирасе что с тобой не так чё ты такой ядовитый чё ты в текстуру вообще лег вставай жаско жаско все равно он пиздит нас хотя вокруг него были наши капитаны а там никого нету блять все наши уже один остался фу какой то еще еще хуже чем имперский шлем просто его убьет было глаз не наш капитан последний остался вот последний тупость со всей нашей армии я в шоке даже рекрутов не видно одних врагов просто он наши бегут с последних сил еще как-то пытаются захвати его у тебя будет еще один воин командир сзади же он брокен блин но это видео не рассчитано на долгий геймплей видимо это какой-то мразь вообще тупая играет все гг они не гг сука ну это уже конец Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Типа, это одно из сражений, которое у нас будет, так как он убегает, а потом мы будем драться днем? Или что? Субтитры сделал DimaTorzok Типа, он сейчас просто объясняет эту хуйню Тьфу, серьезно? Так, я пойду на YouTube искать еще ролики, сейчас поставлю на паузу